Добрый день, меня зовут Алия, я работаю в компании Sterling & Law, и сегодня мы хотели бы вам рассказать о spouse визе и кто может на нее подавать. На эту визу может подавать любой человек, который находится в отношениях с гражданином Британии, либо с гражданином, у которого есть постоянный вид на жительство. То бишь, либо indefinitely to remain, либо permanent residence, либо settled status. И для того, чтобы вы начали свою подачу, вам нужно подтвердить ваши отношения. Нужно продемонстрировать сертификат о регистрации брака, либо подтвердить ваши отношения, что вы проживали с вашим партнером 2 года. Для подачи вам фактически необходимо заполнить анкету онлайн, если вы находитесь за границей. Если вы, к примеру, хотели бы зарегистрировать брак со своим партнером, который является британцем, и вы хотели бы это сделать на территории Великобритании, в дополнение к spouse визе есть еще 2 миграционных маршрута, которые вы можете выбрать. Вы можете либо приехать в Великобританию по визе marriage visa, это как визитерская виза, но она позволит вам здесь зарегистрировать брак без каких-либо проблем и избежать интервью. Так как, к примеру, если вы решите зарегистрировать брак по визитерской визе, либо не имея статуса легального на территории Великобритании, то хумов имеет право вас вызвать на интервью и в разных комнатах проинтервировать, задать вам похожие вопросы по поводу, как вы познакомились, когда ваши отношения начались, знаете ли вы родителей своего супруга, как их зовут, где они живут, как часто вы общаетесь с этими родителями и так далее. То есть они могут действительно задать настолько личные вопросы, что вы не всегда можете быть на них готовы, даже если вы являетесь в отношениях. Поэтому действительно лучше данное заявление подавать по правилам, чтобы избежать каких-либо проблем в будущем и избежать данной интервью. Конечно, даже если вы подаетесь за границей, хумов сможет вас проинтервировать, но риск интервью намного ниже, если вы находитесь здесь на территории и не по той категории, которая позволит вам подавать внутри страны. То есть я вам сказала, что мэридж-визу можно зарегистрировать в брак, и также есть виза невесты, фьянсе-виза, которая тоже позволит вам внутри страны зарегистрировать в брак. И плюсы данной визы, то что после того, как вы брак зарегистрируете, вы можете сразу перейти на спаус-визу, на визу жены. То есть вам не обязательно выезжать, как вы должны были бы сделать по мэридж-визе, так как это как бы визитерская, вы не могли с нее подаваться, то есть вы только приезжали на регистрацию. То по фьянсе-визу вы можете спокойно перейти и спокойно здесь проживать уже по спаус-визе. К сожалению, критерии оценки фьянса-виза очень жестокие. Виза выдается только на полгода, но вам необходимо удовлетворить те же самые критерии, что и по спаус-визе. То бишь английский, нужно показать проживание, нужно показать финансы, и не все готовы сразу же эти требования продемонстрировать на визу, которая всего лишь будет действительно на полгода. Но опять же она позволит вам внутри страны перейти, поэтому это будет уже ваш выбор. По поводу спаус-визы, заявление заполняется достаточно несложно, то есть вам необходимо заполнить анкету онлайн и предоставить документы в визовый центр. В визовый центр вы опять же можете показать документы в электронном формате, то бишь загрузить их просто в систему, либо принести оригиналы в визовый центр, и они вам помогут в сканировании, но это будет за дополнительную плату. Если вы подаетесь, переходите на данную визу внутри страны, то такая же похожая схема, либо вы сканируете самостоятельно, либо опять же приносите в визовый центр. Сейчас вот с ноября 2018 года изменилась система подачи, они не требуют оригиналы, они просто просят документы выслать в формате скан, в процессе, когда вы уже будете заполнять анкету, то есть они будут у вас просить тот или иной документ, который вам необходимо будет загрузить. Поэтому достаточно несложная подача в плане имплементации, как вы ее загружаете, но в плане критерий могут быть проблемы, если вы о какой-то критерии заранее не продумаете. Что касается процентов отказов на данную визу, я бы сказала, здесь сугубо все зависит от документа. Home Office предлагает определенный чек-лист, то есть как я его идентифицировала, потому что правила, они просто прописывают, что они ожидают, но если фактически вы это правильно охарактеризуете и предоставите полностью документы по данным правилам, то вы можете минимизировать отказ. К примеру, если они требуют у вас английский язык, там сертификат о браке, там не знаю, паспорт и так далее, и вы все это предоставляете по чек-листу, фактически отказ можно минимизировать, и если есть какая-то проблема, можно ее предвидеть и ликвидировать заранее. То есть, к примеру, когда ко мне приходят клиенты на консультацию, мы, наверное, в первую очередь пытаемся понять, какие у нас документы занимают больше времени на обработку. К примеру, документы по финансам иногда действительно очень сложно собрать, и нужно с этого начинать, нежели с английского языка или с туберкулез-теста и так далее, потому что эти документы достаточно просто, можно, к примеру, предоставить. Что касается финансов, иногда действительно это сложно, если, допустим, мы базируемся на формат, что партнер является директором компании, и из-за того, что он директор, чтобы удовлетворить требования финансов 18600, нам нужно показать весь финансовый год, то бишь это банковские выписки за 12 месяцев или более в зависимости от финансового года, если он немножко пересекается с нынешним временем, то есть нам нужно до сегодняшнего момента все продемонстрировать, плюс финансовая отчетность, плюс это все должно быть сертифицировано бухгалтером и так далее, то есть иногда действительно этот вот скрупулезность работы занимает очень много времени, но это все поможет избежать дальнейшим отказа, то есть мы можем сразу вот эти все моменты проработать, нежели подать сырое заявление и получить тот, можно сказать, результат, на который мы подавали. Вот, поэтому эта виза не такая сложная в плане техники, если вы ее знаете. Вот, поэтому если у вас будут вопросы по поводу вашего случая, то вы можете нам написать, и мы постараемся вам разъяснить ситуацию по вашему конкретному случаю. Хочу сразу заметить, что это является достаточно дорогим удовольствием подавать на данную визу, потому что она стоит порядком около 2000 фунтов, и это приблизительная стоимость, потому что в зависимости от того, где вы подаетесь, если вы подаетесь из-за границы, они переводят сумму, которую нам показывает хом-офис в своих правилах, на ту валюту, которая удобнее в вашей стране, к примеру, либо доллары, либо в евро, и следовательно будет еще наценка к данной сумме, то есть приблизительно где-то будет 2500, если подаетесь из-за границы, и опять же где-то 2000, если вы подаетесь внутри страны. Если же у вас получилось так, что вы получили отказ, то не переживайте, у вас есть вторая попытка попробовать проапеллировать ваше заявление, скорее всего у вас будет сразу возможность апеллировать уже в отказном письме, вы увидите это в самом конце, когда вы получите письмо. Опять же апелляция и сроки по апелляции зависят от того, где вы подавались изначально. Если вы подавались из-за границы, то у вас 28 дней подать на апелляцию, если вы подавались внутри страны, здесь в Великобритании, то 14 дней. И вам необходимо подать свои апелляционные причины, и впоследствии уже получить дату слушания, и пойти в суд, и аргументировать свою позицию. Мы не всегда советуем идти на апелляцию, мы советуем идти на апелляцию, только если действительно у нас есть серьезные причины, то, что затронуто ваше было личное право проживать совместно, как партнеры. То есть по правам человека, Article 8, Private and Family Life. То есть если ваши права здесь были затронуты, то, конечно, мы можем пойти в суд и их аргументировать. Но не всегда мы советуем. Иногда, честно вам скажу, если вы забыли один документ предоставить, либо там действительно, ну, ваша была оплошность, у меня была ситуация, когда у клиента была высокая зарплата, и он подумал, что одного пейслипа будет достаточно, и предоставил, и в итоге там не было почти, ну, всего пакета показывающей финансы, и Home Office, соответственно, отказала. Когда он к нам пришел, мы посоветовали ему просто перепадать, доложить вот эти шесть пейслипов, банковские выписки, письмо, составить правильным образом. Он подал заявление и, соответственно, его получил. Потому что если такой, ну, критерий, не совсем, который вы удовлетворили, я бы сказала, будет проще, если вы его просто повторно пересмотрите и предоставите все необходимые документы в следующей подаче. Так как апелляция, это достаточно долгий процесс, это может занять от трех до шести месяцев и более, и не факт, что вы получите то решение, на которое вы стремитесь. И если же по первому трибуналу, first year трибунал, решение будет негативное, вы будете идти дальше, выше трибунал и так далее. То есть это может затянуться на годы, и, может быть, вы не захотите быть в разлуке со своим партнером так долго. Иногда мы советуем, если действительно это какая-то небольшая оплошность, лучше перепадать и получить решение в течение месяца, либо двух-трех месяцев, в зависимости от иммиграционного офицера, как долго ему потребуется, пересмотреть вашу заявку и уже получить позитивное решение. Также, кстати, хочу, может быть, вам посоветовать, если вдруг ситуация такая, что отказ не по чьей вине, то есть вы получили отказ, и хомофис говорит, что вы не предоставляли тот документ, который вы предоставляли, я бы вам посоветовала написать официальную жалобу. Очень часто она работает. У нас были случаи, когда отказывали просто по мнимым причинам, которые фактически не были никак аргументированы с их стороны, и мы подавали жалобу, и в процессе заявление было пересмотрено. Но все, опять же, должно быть сделано очень правильным образом, охарактеризованный список документов и так далее, что вы предоставляли, чтобы им было проще пересмотреть вашу заявку, даже без дополнительных оплат за последующее, за новое иммиграционное заявление. Спасибо, что просмотрели данное видео. С вами была Алия, и в следующих видео мы расскажем вам о других визовых категориях. Если вам нужна будет юридическая консультация, мы из компании Sterling Law и наша команда с радостью вам поможем.